Всем привет! Мы находимся в районе Самала-3, это достаточно такой богатый район города Уральска, пригород. Здесь была прибрежная зона к реке Чиган, ее здесь осваивают, здесь, можно сказать, построили социопарк, парк развлечения. Хотя данный проект был преподнесен общественности как инвестиционный проект по разведению карповых и осетровых пород рыб. Но вместо этого мы видим развлекательный центр, который, по сути, по словам жителей близлежащих, докучает, и здесь нарушена природа. Ну вот, смотрите. Здесь, я так понял, отдыхают люди, приезжают за определенную плату, соответственно. Там дальше пляж есть. Вот это само здание, это горка, которая спускается вниз к Чигану, к реке Чиган. Она якобы называется берегоукрепительной системой. Хотя здесь не нужно укреплять никакой берег, поскольку это, естественно, можно сказать, побережье Чигана, береговая линия, где была своя природа, фауна. Ну и которая, я так понял, уже нарушена. Ну вот она, вот такая пригорка, люди туда взбираются, а потом скатываются вниз. Вот, видите, насыпь идет. Это все насыпь. И здесь Чиган, по сути, сузился. Как это отразится на экологии Западного Казахстана, на экологии данной реки, это, конечно, и так все очевидно. Раньше здесь был естественный водоем. Сюда заходила рыба, в общем, заводь природная. Ну вот сейчас вот такое здесь. Заводь была вон там. Здесь просто перебрежная линия была. И вот смотрите, во что это превратилось. Можем ли мы жертвовать своей природой ради этого? Это вопрос к общественности. У нас, если так, с экологией в Западном Казахстане не ахти. Вот мы можем наблюдать. Тут рыбка плавает. Вон еще мальки. Ну, не мальки, чуть побольше, конечно. Мы, помните, организовали слушание? Вы участвовали тоже, в Замокима области был. И в процессе слушания вы сказали, что у вас все экспертизы есть. Да. И мы сделали официальный запрос. Вы его получали на электронную почту? Да, получали. Мы еще приложили протокол заслушивания. Вы помните же, вы сказали, у вас все есть. Вы выступили? И мы потом сказали, мы уважаем вас, как бизнесмена. И если вы говорите, что у вас все есть, все разрешительные документы. И мы в процессе заслушивания, мы сказали, мы вам сделаем запрос. Вы же помните? И мы, как это, словами не бросаемся, мы делаем запрос вам, но мы от вас ничего не получили. Это раз. А почему? Мы этот запрос сделали на электронную почту. Запрос. Ну, я... Вы можете на мою прожилу прислать, я выясню, когда. Так, я Булат Касымов, являюсь председателем проявления. Адалды Калавны, Республика Лыг, Жардин Десу, Ортолога. Сейчас в компании приехали, да? Приехали по миссии Ассоциации экологической организации Казахстана. Бывший депутат, по-моему, парламента? Да, да. Агуль Сагедебеков, Соловьев. А вас пригласили как вообще? Это по проблеме? Мы в миссии АЭОК, но так как к нам было обращение от... Садоводческого товарищества Мичуринское. Мы, естественно, предложили в программу посещения посетить этот обид. В общем, мягко говоря, идет дискуссия по поводу... Да, я очень удивлен, почему не получен добро. Насколько в основу здесь действует данный парк. Окей. Мы от вас ничего не получили, но мы получили от УПИР. Потому что мы, Управление предпринимательством, мы копию им поставили. Теперь смотрите. Мы получили кучу всяких документов, в том числе заключение межведомственной экспертизы частной. Есть такая организация? Да. Наши эксперты посмотрели, и я сейчас просто озвучу одну вещь. И все, мы на этом закончим. Потому что нам словами не надо разбрасываться, мы должны только руководствоваться документами. Согласно правилам установления водоохранных зон и полос, утвержденным приказом министра сельского хозяйства, минимальная водоохранная зона составляет 500 метров. Для городов областного значения при осуществлении определенных мероприятий допускается уменьшение водоохранной зоны до 70 метров. Это указано в пунктах 11 и 12 этих правил. Так что минимальная водоохранная зона для реки Чиган в черте города Уральска не может быть менее 70 метров. Следовательно, данный объект находится в водоохранной зоне. Далее. Теперь. Следовательно, его строительство должно быть согласовано с Минэкологией согласно статье 223 Экологического кодекса. Вот. И теперь такой вопрос вам. Следующий вопрос. Есть ли у вас согласование Министерства экологии на данное строительство в соответствии с требованиями Экологического кодекса? Да. И если оно есть, вот на камеру, вы, пожалуйста, к нам на адрес Ассоциации экологической организации Казахстана, ту рабочую группу, которую я представляю по вопросам водооснабжения и водоотведения, вы ее, пожалуйста, нам предоставьте. Если она есть, к вам никаких вопросов нет. Вы законопослушный гражданин. Мы можем только восхищаться вашим предпринимательским, как говорится, талантом. Вот и все. Потому что, согласно Экологического кодекса, в пределах водоохранной зоны запрещается какое-либо строительство, какие-то производства строительных, но губительных, взрывных работ и так далее, и так далее, за исключением случаев, когда эти работы согласованы с уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды, использования и охраны водного фонда. Теперь вопрос уважаемому Секе. Если у вас есть согласование с уполномоченным государственным органом, пожалуйста, вы нам его пришлите, мы его посмотрим, и все вопросы. Я полагаю, это Министерство экологии. Министерство экологии. Непосредственно мне. Там 4 фонда. Там есть такой комитет водного хозяйства. Водного хозяйства, да. То есть, ребята, да, и мы, конечно же, у нас свои эксперты, мы посмотрим на этот документ. Ну, у меня два вопроса. Знаете, один вопрос. Вот вы вырубили деревья, вы компенсационную посадку делаете? Смотрите, вот вокруг вот эти все деревья, это построенный нами. У нас, у нас, ну, нет, мы на них надеемся, что они еще выживут. Потом 3 года гарантию. Мы предоставим договор компаниями, которыми в Перми заключали договор. Это нужно, чтобы они наличие, были росли. Да, да. Это первый вопрос. Потом, вот Наталья, да? Лариса. Лариса. Вот то, что здесь говорят, что были какие-то источники воды, и вы их закопали. Вот как будет водообмен, который будет пополнять репы? Вот, 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 вот здесь как раз, да, эти родники, вот, эти родники как раз, они и подкидывают нас, понимаете? Когда вода поднимается, да, нам даже не обязательно северную заслонку открывать сетчатым, чтобы... Они должны это сами. Да, она сама поднимается, понимаете? Игорь Семенович, это все в разрешительных документах, я думаю, должно прописывать. Ну, надо будет исходный документ посмотреть, что здесь было источником, вот такие, как мы вот это в Толдыболе смотрели, о том, какие там каналы, какая капилляция там вот эти есть для того, чтобы вода поступала. Это же как сообщающиеся сосуды, да, да, да. И вот смотрите, на языке, я извиняюсь, смотрите, если у вас есть эти документы, мы их посмотрим. Если у вас нет этих документов, да, согласования по полномочию органов по охране окружающихся, или что это требование экологического кодекса, да, то мы имеем все основания полагать, что данное строительство имеет все признаки незаконности при попустительстве, конечно, региональных властей. Вот так надо. Бумаги. Единственное, что я могу только сказать, добавить, да, зная, что прицельное внимание, да, потому что мои оппоненты, да, они, естественно, не хотят терять свои земли, которые сам их захватили, они будут всячески это, да, и спокойно жить мне не дадут. Мне даже пришлось даже, чем вкладывать эти деньги, да, пришлось даже пригласить рыбинспекцию, да, вот, как раз приезжали представители тоже со спон игров, может быть, вдруг завтра у вас появятся какие-то. И они, да, действительно сказали, шум вот этот, то, что на аквапарк вода идет, рыбу пугает еще такое, сделали экспертизм, сделали проект, вот, оплатили вот эти все, эти, вот. То есть даже в этом плане даже, потому что я знаю, что придирка будет по всей мелочи, понимаете. Естественно, мы где-то, я сразу скажу, может быть, с опозданием, то есть мы, например, начали делать, и тут, естественно, по жалобе приходят, проверяют. А у вас это есть? Мы говорим, а мы даже не знали об этом, что есть. Ну и нам, естественно, предписали, потому что мы, да, выполняем это дело, да. Сегодня 29 ноября 2021 года. Это Сецилл парк. Ведутся строительно-монтажные работы на берегу реки в природоохранной зоне. Сейчас только закончился вот этот экскаватор работать, копают. Засыпали практически треть часть реки, больше, чем треть. Вот этой насыпи всей не было. Здесь была река. Вот там, где стоит экскаватор, где сейчас эти люди, это там была река. Вот сейчас это все засыпано. И прям насыпь это... Вот 17-е, 18-е, 19-е и дальше дни. Вот эта насыпь вся делалась. Увеличился опять берег. Вот делаются работы строительно-монтажные в природоохранной зоне. Без каких-либо согласований с соответствующими госорганами. Половина реки у нас уже засыпали. Просто засыпали. Сузили реку практически наполовину. Такого беспредела мы еще не видели. Сергей Каланович говорил, что здесь нужно берега укрепления. Вот мы, как местные жители, никакие госорганы не обращались, чтобы, ну, помогите нам здесь размывать волну или что-то. Каспийская инспекция нам... У нас есть документ, где Каспийская инспекция отправляет в обл. Ахима документы и разъясняет, что такое берег укрепительные сооружения. Что береги укрепительные сооружения, значит, используется для того, чтобы укрепить берег, где он подмывается течением, размыв идет льдом, напором воды. Вот, чтобы не затопило населенные пункты и так далее. Что береги укрепительные сооружения относятся к разряду гидротехнических сооружений. И чтобы вообще берег укреплять, нужно выбрать правильный метод, подходящий именно для этого, допустим, берег укреплять как. Должен быть разработан проект берега укрепления, согласно СанПИНу, утвержден со всеми соответствующими госорганами, и тогда только должна производиться работа под берегу укрепления, там, плитами или как-то. А здесь ТОПСП Серик засыпал половину почти реки, называются берегу укрепительными и водозаборными сооружениями. Понимаете? Косвистская инспекция нам говорит, есть документ, мы можем предоставить, что то, что ТОПСП Серик предоставили им, какой эскиз и визуальный осмотр при проверке, даже косвенно нельзя назвать берегу укрепительными и водозаборными сооружениями. Решения представлены досугового характера. Здесь чисто парк развлекательного характера, а государственные органы Акимат, в частности Уральска, выдал эту землю под берегу укрепления Е, которая здесь абсолютно никак не нуждалась. У нас сейчас идет процесс в Верховном суде, спрашивает Верховный суд судья у этого юриста СПК Абжаи, почему вы именно этот отрезок дали под берегу укрепления? Он молчал, а потом говорит, не знаю. Вы понимаете, нет никакого научного обоснования, что именно здесь был какой-то размыв или чего-то. Местные жители не обращались. Нету никаких техническо-экономических и научных обоснований, что здесь шел размыв. Вот посмотрите, где течение, что размывает. Здесь был лес, лесной массив и завод. ТОПСП Серик вмешались без экологической экспертизы в экосистему реки. И теперь Каспийская говорит, что теперь, это понимаете, экологическая неустойчивость. Здесь засыпано, вот это вот все засыпано, родники здесь были. Мы сейчас находимся в русской реке. Здесь были родники. Засыпка родников приводит к истощению водных ресурсов. Получается, Казахстан и Российская Федерация на международном уровне борются с обмелением реки Урал. Но при этом в это же самое время, когда идет работа и выделяются большие денежные средства на защиту реки Урал, очаган является основным притоком Урала. И очаган пополняет водой Урал, потому что здесь недалеко он впадает в Урал. И при этом местному... Мы здесь купались, вода холодная. Вополнение через родники идет вообще очаганно. Ну понимаете, нет, но вода пополнялась. Какие документы? У нас в Казахстане нет таких документов. Вызывайте, пожалуйста, экспертов сюда. Мы приглашали. Мы, в принципе, всех услышали. Можно я, по-моему, к словам скажу. Слово береговукрепительный термин приклеился к этому проекту только тогда, когда вы спрашивали, у вас есть согласование с Министерством экологии? Министерство экологии в лице их комитета водного хозяйства, когда был выбор участка, отбор участка, они говорили, что 35 метров, вот как раз зона, в которую нельзя... И вот они говорили, да, чтобы... должны быть какие-то параметры. И вот береговукрепительные должны быть у вас... Ну, конечно, что они... В проекте они должны быть... И мы туда вписали еще береговукрепительные. А строить проект, тратить деньги, 2 миллиарда, ради береговукрепительных дел, ну, естественно, конечно, ни один предприниматель... Частный инвестор это не сделает. Да, это не сделает, да. Он ее... Там были замечания, предложили, ну, как сам... Да. Кто-то извините, кто-то делает. И еще, вот вы сказали, да, вы ему поможете нам, если, например, допустим, идет вот такая ложь, вы нам поможете... Ну, мы, знаете, когда к нам обращается любой, мы говорим, если вы правы, мы вам обязательно поможем. Если вы не правы, мы сами вас задушим. Первый основной вопрос по поводу Чигана, засыпки берега, вот это поискосерик и так далее. Так, не мучка. Не мешайте, не мешайте. Понимаете? Вот этот основной вопрос. Как так это можно засыпать берегов? Почему отношение к народу, городу Уральску? Куда смотрят правопоратуру? Это вообще беспредел просто. Народ просто в интернете, вот смотрели и так далее, видели. Почему этот вопрос не решается? Созависимым этим городом, кудьба и пустой. По поводу Чигана и ПСБ Серик. Значит, короткое пояснение, значит, оконатом города был, этот участок, предоставлен в СМК КЖИК, который, в свою очередь, заключил договор инвестиционный с ПСБ Серик. В следующий день, после проведенной проверки ЖИК Каспийской водно-бассейнной инспекции, нами подано письмо в СПК КЖИК на растяжение договора аренды. Мы хотим, чтобы закон работал, скажем так, водный объект сохранить, потому что здесь проводятся пенные вечеринки, и все гости в пене купаются, потом мимо, наверняка, душевых кабин, они идут смывать эту пену в реке. Нас волнует то, что здесь реку сильно засыпали, уничтожили лес и травят водный объект. Наши дети растут, мы хотим, чтобы сохранить Чиган. Я думал про компенсационные, там законодательства есть, если компенсируют это. Порука незаконная произошла, у нас есть доказательства. Окей, окей. Так вот, все у нас тут продолжается, деревья вырываются, земля выгребается наша. В 20-м году мы мергались, Топа-Спосерик высушили вот это озеро. Фотографии вот. Чем высушили? Не пустили туда воду. В 20-й год простоял, когда они дамбу вот эту построили, а они здесь заслонку какую-то, да. Озеро высохло. В советское время стояла эта дамба. А была церковь, дамочка, дайте мне, пожалуйста, фотографии, я вам скажу про вот это озеро. Вот прям буквально. Сейчас, сейчас, секундочку уже. Так, вот оно озеро было. Вот. Так, и сейчас покажу вам 20-й год. Вот. Видите, свое бедно. Вот в 20-м году Топа-Спосерик, да, что-то там заслонку поставили и высушили его. Это, видите, в разное время года. Весной она вот такая, осень она вот такая. Да, когда идет холород, понятно. Но там вообще, нет, и вот здесь вот сейчас его засыпают. Мы вот сейчас пройдем в начало, там вы увидите насырь свежая. Пойдемте, пойдемте. Моя задача создать неблагоприятные условия. Купай ней. Вот, посмотрите, это свежая насырь. Вот, подойдите, посмотрите, какая глубина. Это уже озеро, они засыпают. Вот жители говорят, что ежедневно вот они, в общем-то, сыпят и сыпят. Вот, пожалуйста, вот я оттуда наблюдала картину, они говорят, в общем, до 20-м году, когда оно высохло, Топа-Спосерик уже начала, вот где камыш растет, засыпать. Это участки, 29 участков, как я вам говорил, которые поделены по участкам, в том числе и им тоже. Если, например, мы не возьмем это как осетровое, то здесь должны быть частные дачные участки, если мы это не возьмем. То есть вы хотите здесь осетровых производить? Нет, УЗВ будет. То есть, будет, значит, у нас есть проект, где вокруг вот этой все ячейки, ячейки, это, ячейками такими, да, а в середине УЗВ. Представление, да? УЗВ, что это? УЗВ, это закрытого типа выращивания осетровых. Они в таких специальных, там мальков, лаборатория, все-все-все вот эти оборудования, подогревающие. Все, я понял. Нас волнует, почему засыпают. Это тоже озеро, это тоже, ну, скажем так, водный объект, который многолетний. Почему его засыпают? Все это не согласовано ни с кем. Просто наглым образом засыпают. Так же, как вот на таким слоем и река была засыпана. Вот так же и сейчас. Там 3 метра было. Видеодоказательства я вам пришлю. Да, да. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok